Трудно поверить, что этой многоэтажке по улице Куртамышской уже 30 лет. Из-за яркого обновлённого фасада дом можно легко принять за новостройку. Во всех подъездах новые лифты. Жители поддерживают их в чистоте. Председатель дома Владимир Ивстегнеев с гордостью показывает коммуникации в подвале. Вместо старых и ржавых труб – новенькие полипропиленовые. До этого было, конечно, тут всё в критическом состоянии, так скажем. Ну всё было, как бы старые трубы прогнившие. Мы ежегодно, даже в год-то несколько раз приходилось устранять какие-то аварийные ситуации. Это всё были деньги, везде нанимали бригады. То есть, если авария какая-то более мощная, не справлялись с собственными силами, приходилось нанимать людей. Ремонтировать больше не придётся. В подвале заменены трубы не только холодной и горячей воды, но и системы отопления. Появился там и индивидуальный тепловой пункт, где можно автоматически регулировать подачу тепла в дом. Такая система сэкономит не одну тысячу рублей жильцам. Кроме этого, у многоэтажки появилась и новая крыша. Жильцы очень были рады этому ремонту, так как дом у нас был запустение полным. Всем людям нравится, все благодарят, все говорят спасибо администрации, всем. Ремонт обошёлся в 16,5 миллионов рублей. Жители оплатили только 830 тысяч. Миллион выделили областной и городской бюджеты. Остальные деньги – фонд содействия реформированию ЖКХ. На капитальное обновление многоквартирных домов в этом году из федерального центра в Курганскую область перечислили 540 миллионов рублей. В порядок привели 94 многоэтажки. Жилищные условия улучшили почти 10 тысяч человек. Сегодня из 94 домов, ну эта цифра меняется, ну допустим, позавчера эта цифра была принята, подписана госжилой инспекцией 43 дома. Эта работа ежедневно продолжается и до истечения декабря, конечно, все дома будут приняты. Как только регион отчитается о потраченных деньгах, в Москве определят сумму финансирования программы по капитальному ремонту домов в регионе на будущий год. Юлия Король, Александр Меньшиков, Сергей Обалмасов, телекомпания «Регион-45».